Приветствую вас, и бороться за семью, за свою женщину, конечно, можно и нужно всегда, если есть надежда, если вы ее любите, если вы ее цените, если понимаете, что были неправы, но для этого необходимо несколько подкорректировать ваше поведение, каким образом. Во-первых, ваша жена сказала, что думает, что делать дальше, и вам нужно принять ее выбор, то есть принять правоту ее поведения, как реакцию на ваше поведение, если вы считаете, что она не права, то тогда, наверное, скорее всего, ничего не получится, потому что в данном случае вы поступили не очень хорошо, и жена имеет полное право вести себя так, как она себя ведет, но в ваших силах, своим поведением, своим раскаиванием показать ей, что вы изменились, показать ей, что вы ошиблись, ошиблись, донести до нее мысль, что такого больше не повторите, но только нужно спросить себя в первую очередь, вы уверены в том, что такого больше не повторите, потому что ревность ваша, она никуда не уйдет, к сожалению, и если возникнет такая ситуация еще раз, она может возникнуть, то вы вновь можете начать ревновать, и ревность вновь повлияет на вас так, что вы перестанете контролировать себя, и вновь может произойти такая ситуация. Второй раз, жена вам уже этого не простит, и это означает, что нужно бороться с причиной вашей ревности. Для начала, сперва, то есть, кроме того, что вы жене показываете, что вы изменились, что вы раскаиваетесь, что вы сожалеете о содеянном, принимаете ее выбор, даете ей время подумать, и как бы не будете на нее давить как-то, то еще параллельно с этим нужно работать с причиной вашей ревности. Ревность берет начало от неуверенности в себе, ревность берет начало от сомнения в себе, сомнения в своей личине и осуществляет себя. Ну, например, вы пишите, что вы лазили в ее телефоны. Вопрос. Почему вы лазили в ее телефоны? Вот почему вы позволили себе залезть в ее пример личного пользования, без ее разрешения? Значит, не доверяю. Вот и возникает вопрос. Почему вы ей не доверяли? Либо это связано с вами, либо это связано с вашими отношениями. В любом случае, нужно разбираться над отсутствием доверия, выявлять причины отсутствия доверия, повышать вашу самооценку, вашу гордость и дам одну рекомендацию. На данный момент. Каждый раз, когда вы испытываете ревность, старайтесь проявлять напротив противоположную реакцию. Нежность, ласку, заботу, тепло. То есть, когда вы ревнуете и вам хочется устроить соответствующую сцену, вы в этот момент проявите позитив. Первые два раза будут словно. На третий и четвертый раз вы уже будете это делать довольно-таки легко. А потом просто будете на автомате это делать. И так вы сможете ее женой сблизиться и лишний раз вместе побыть, лишний раз сделать что-то хорошее и приятное. Не будете изматывать ее своими подозрениями, тем самым формированием мысли об измене. И, в общем-то, принесете в ваши отношения больше позитива, больше радости, больше тепла, доверия и счастья. Говоря о самооценке, тут нужно в первую очередь вам для себя понять, почему вы сомневаетесь в том, что жена может вам изменить. И если вы понимаете, что ей чехота не хватает, что вы чехота ей не додаете, то постарайтесь все это сделать. И если вы сделаете все это от вас зависит, а она вам с рамом не изменит, значит добраться не в вашей женщине. Так бывает. И это абсолютно нормально. То есть нужно принять, что вы находитесь в союзе со взрослым человеком, у которого есть свои желания или ценности и стремления. И если вы не удовлетворяете это, то у человека может быть реакционное поведение. И это реакционное поведение вам необходимо воспринимать как естественно, как нормально. И тогда у вас, в крайней мере, будет понимание жены, понимание ее мотивов поведения. Ну и для того, чтобы самостоятельно не испытывать ревность, то есть ведь это вот внешняя сторона ревности вам, а есть еще внутренняя внутренняя. Необходимо развиваться вам самостоятельно. Обучать свой кругозор, добиваться чего-то, расширять уровень своих знаний и так далее, чтобы чувствовать себя достойно. И тогда ревности не будет. И еще одна из причин ревности это эгоизм. То есть концентрация внимания на себе, а не на, собственно говоря, вашей супруге. Если это присутствует, то нужно просто перенаправлять свою энергию из вас на нее. И когда вам хочется поревновать, просто постарайтесь, постарайтесь сделать что-то для нее. Чем больше, тем лучше, тем лучше. И тогда, тогда ситуация начнет выправляться и постепенно, постепенно, если чувство у нее к вам есть, все будет нормально. Если говорить про измену, то можно только догадываться. Мы, к сожалению, не умеем рассказывать будущее, мы не умеем видеть то, чего не можете видеть вы, скажем так, в мире реальных вещей. И правда, наверное, знает только вашу жизнь. И здесь вопрос доверия. Если вы понимаете, что доверия у вас нет, то это самый хороший момент для того, чтобы начать ей доверять. Хоть она сказала, что ничего не было, поверьте ей, безусловно, и все. А если что-то и было, то, рано или поздно, все тайно, всегда становится явно. И если она обманет вас, вы об этом, наверное, или поздно узнаете. Тогда уже мой нации конкретно предъявлят. Сказать, вот ты мне говорила, да? Вот. А вот по факту так. И все. Но пока нет доказательств. Лучше вам все-таки начать ей доверять. То есть не докапываться до правды. До той правды, которую хотите вы услышать. Или которую не хотите вы услышать. Если женщину любите, примите ее слова на веру. Просто потому-то по-другому нельзя построить доверительных отношений. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.